Всем привет, дорогие друзья! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про игровое событие, да, но и в целом ответим на такой вопрос, может быть кто-то не следит за этим, как получить в целом Объект 259. Вроде бы слышали звон, да не знаю где он, как говорится. Сегодня мы посмотрим, разберем это по порядку и вообще в целом оценим наши шансы на победу. А перед основной частью видеоролика хотел бы вам посоветовать вап-игру Vizoria. Вап-игра это игра, доступная с мобильных телефонов, которые используют вап-протокол. Такие игры могут быть интересны пользователям, так как они позволяют весело и приятно провести несколько лишних минут. Помните, как раньше были игры в Одноклассниках или ВКонтакте по типу там Супергонок или Удивительного Колхоза? Вот это такое же, только про рыцарей. Здесь становятся настоящими рыцарями, тренируйте своего героя, покупайте самые непревзойденные доспехи и оружие, чтобы оказаться в Зале Славы. Именно тогда перед вами откроются абсолютно все двери, а для достижения этих целей вам уже доступны окрестности с различными обитателями и мастерами. Арена с героями, которые восходят вровень с вами, амфитеатр с хаотичными боями по лигам, таверна со своими, конечно же, завсегдатами, у которых для вас есть задания. Ну и в целом, нужно доказать, что вы достойны звания лучшего и выполняйте эксклюзивные поручения на новых локациях. Ссылка на источники и, конечно же, на игру в описании. Все это начнется с 9 июля, 12 часов по МСК, сейчас 12.27, то есть это уже стартовало, по 23 июля. Ну, то есть, грубо говоря, две недели на все про все. Опять этот старик, понятно, что он что-то за грибами, явно тут перебарщивает. Ну и тут все-все-все написано. Ну и дальше тут такая вот дорожка. Помните раньше, как вот кубики бросаешь, там что-то цифра выпадает, и ты эти фишки двигаешь. То же самое здесь. То есть, в целом, здесь описываются задачи, которые нам нужно выполнить для того, чтобы, соответственно, получить заветный 259. То есть, в целом, на сайте информации достаточно, но в игре она более подробная. Давайте мы переместимся в игру для того, чтобы в целом, да, и понять, что вообще, ну, как бы и танк себя представляет, что за задача. Выглядит данный танчик вот таким вот образом у нас, да. Что напоминает? Ну, напоминает какой-то объект 260, башни, да, корпуса 257. В целом, наверное, это так и есть. Теперь по порядку. Для того, чтобы посмотреть и оценить наши задачи, нам нужно просто зайти в задачу. То есть, нету никакой в ангаре отдельной веточки, не знаю, отдельного пунктика, да, как обычно вы привыкли видеть. Нет, все довольно скромно, просто в задачах. Заходите в задачу, здесь боевой пропуск, боевые задачи, ну, ежедневные. То есть, можете просто перещелкивать. Да, и для того, чтобы понять, где это все найти, вам нужно зайти в события. Вот именно здесь будет все это дело и прятаться. Как все у нас здесь обстоит? Вам нужно выполнять задачу. Причем, насколько я так понимаю, нету никакого ограничения по технике. Ну, то есть, как бы, абсолютно подходящая техника. Да, вот я так посмотрел вроде бы. Все то, что вот 558 машин, которые отображаются. Все в целом подходящая техника 191. Ну, это та техника, которая непосредственно, наверное, с экипажем идет, да, или как. То есть, на каждом танке, насколько я понимаю, можно выполнять эти задачи. То есть, какого-то ограничения большого, я так понимаю, вроде бы нету. То есть, я могу, допустим, как на Т-22СР делать, как выбрать какого-нибудь в Леву, в принципе, и на Леве делать. То есть, здесь никакого ограничения абсолютно нету. Вы можете спокойно, допустим, здесь стоит Лева, можете спокойно переместиться, взять какого-нибудь КВ-4 Турчанинова, также зайти в Компании, так, не в Компании, точнее, а в Задачи. Ну, и здесь в целом будет стоять КВ-4 Турчанинова. То есть, ограничения по технике, насколько я понимаю, нету. То есть, можно выполнять, как я понял, на всем. Ну, действительно, здесь ничего нету. Теперь нам нужно выполнять задачи. За эти задачи мы получаем марки. И за эти уже 15 марок мы, соответственно, можем забрать объект 259. Всего у нас получается 3, 6, 9, 12, 15. То есть, нам нужно выполнить все. Как только вы выполняете все абсолютно эти задачи, вы фармите эти марки, ну, и потом за эти марки вы получаете этот танк. Что же у нас здесь за задачи? Есть простые задачи. Допустим, выполнить условия в каждом из 4 боев, победить. Ну, то есть, 4 победы одержать. Иногда, когда ты катаешь 15 боев, у тебя всего лишь 2 победы, может, конечно, показаться странным. Но, в целом, задача простая. Самое главное, что нужно знать, здесь нету какой-то единой прогрессии. То есть, вы выполняете одну задачу, приходите на вторую задачу. Как с ЛБЗ. То есть, здесь нет такого, что там выполняешь абсолютно все. Да, вот как там на ветку ранний доступ, или как мы там какой-нибудь сборочный цех собирали, когда там, ну, ты делаешь кучу задач, и потом, какая выполняется, она сама по себе, ну, как бы уже готова. Нет. Задачу сделал, перешел к следующей. В принципе, 4 победы одержать изи. Следующее. Заработанный чистый опыт. Опять-таки. Требование не выполнят. Требование не выполнено. Марку. То есть, тебе нужно собрать марку. Ты переступаешь теперь к этой задаче. При всем при этом, помимо вот этих всех марок, ты получаешь еще, допустим, здесь два контейнера, путь война. И все такое остальное. Заработать 4 тысячи чистого опыта. То есть, подходящая техника. Давайте я еще раз нажму. Мне интересно, можно ли это прямо выполнять в песочке? Если ты в песочке, можно делать. Пятый уровень нет. Шестой уровень. А вот шестой на шестом уровне уже можно, я так понимаю. Да, допустим, я выбираю А43. И, пожалуйста, там свои победы 4 клипа. Дальше у нас 4 тысячи заработанного чистого опыта. Ну, в целом, если по 850, там по 700, по 1000, ну, это делается. То же самое, как и сумма поврежденных или выведенных из строя внутренних или внешних модулей. Ну, здесь уже нужно поиграть. Как бы 20-ку, но в целом тоже, опять-таки, там каток-не-каток, условия простое. Поврежденный машин противника 35. Ну, то есть, 35 раз там дать дамаг по кому-то. 60-600. Получается, заработанный чистый опыт и выполнить условия в каждом бою 0 из 5. Вот эти уже задачки будут немножко посложнее. Ну, то бишь, ты должен в 5 боях подряд выполнить условия в каждом из 5 боев. То есть, ты 5 боев подряд должен сделать не меньше 600. Ну, то есть, допустим, вот у меня средний опыт, где? В среднем 839, да, я зарабатываю. Ну, там, при моем уровне игры, да, с учетом того, что помножить там на старое какое-то. Здесь, в целом, все проще. Заходите сюда в статистику, выбираете танки, на которых вы там дали более-менее неплохо. Неплохую сессию. Ну, вот Concept 1B, да, у меня на нем 1300 среднего практически. Какой-нибудь Бесстрашный, какой-нибудь Кайрарвон, да, там, Гонсало, может быть, он в 2700-1400. Спокойно на нем делайте эти условия, да. То есть, ну, можно немножко схитрить. Ну, либо покатать на том, что вы уверены. Да, дальше идем. Заблокировано 16 тысяч. Вот это уже нормально. То есть, это нужно поиграть на тяжах. Опять будут появляться все эти маусы и тому подобное. То есть, рандом у нас немножко поменяется. Дальше 500 тысяч. Ну, это в целом несложно. Без учета бонусов расходов это несложно. Но это тоже нужно поиграть. То есть, если ты, например, танки будешь катать, в целом, ну, тысяч 50-70 за относительно средний бой, ты будешь увозить. То есть, это опять нужно будет накатывать бои. Топ-7 своей команды по нанесенному дамагу выполнить это 8 раз подряд. То есть, ты 7 раз сделал, 1 раз ты не сделал. Насколько я понимаю, прогрессия обнуляется. То есть, условия в целом несложные. Да, там нигде тебе нужно 50 тысяч опыта наскрабить. То есть, не такое. Но в то же время нужно поиграть тоже 30 тысяч. Понимаешь? Если в целом взять игроков, которые делают, допустим, на десятках около 2000 урона, ну, это им потребуется, ну, скажем так, покатать 15 боев. А 15 боев, это часа 2-2 с половиной. То есть, как бы легко не будет. Ну, не то чтобы легко, не будет быстро. Вот этого точно не будет. Здесь уничтоженные машины тоже 0.15. То есть, это в целом как бы на фраге. Пробитие противника в 70. Здесь, соответственно, попасть в топ-7 команды по заработку в топ-7 10 раз подряд. Ну, то есть, сливов у вас не должно быть. То есть, каждый раз вы должны играть хорошо. Следующая задача. Урон по вашим разведданам. То есть, это нужно поиграть на ЛТ. Либо поиграть на СТ. Ну, короче, здесь нужно будет даже посвятить. Дальше идем. 850 чистого опыта. Это уже, скажем так, нормальный боек нужно дать. Если у вас... Ну, ууки не то чтобы не с того места. Если вы не опытный игрок, ну, или не очень играете, для вас-то тяжело будет. Ну, то есть, 857 раз подряд дать. Ну, как бы... Тут даже у среднего игрока могут быть вопросы. Ну, действительно, даже у среднего игрока могут быть вопросы сделать это. Ну, и 7, соответственно, боев. Ну, и последнее условие. Это 20 тысяч чистого заработанного опыта. Я могу сказать, что первые задачи, да, там первые, не знаю, ну, 5, наверное, вот эти. Они в целом фармятся вообще изи. То есть, за хорошую сессию реально пройти можно, ну, за первые там дня 2-3 можно вот это вот все позакрывать. Дальше начнется, ну, вот такие вот сессии, вот, на вот этом условии топ-7, да, 10 раз подряд. Понятное дело, что опытный игрок, он, как бы, ну, возьмет и не заметит. Да, эти задачи не нужно сами по себе делать. Ты одну сделала, но на следующую перещелкнулась. То есть, это в целом несложно. Ну, допустим, нужно будет покатать на ЛТ. Допустим, нужно будет там заблокировано 16 тысяч. Понятное дело, что на каком-нибудь там эстеты, там на 62-ке, на паттоне ты будешь катать, и там тоже будет все дело фармиться. Ну, согласитесь, гораздо быстрее будет на Маусе. То есть, что я могу сказать? Если прям полноценно упарываться, все это дело можно выполнить. Тут, как бы, без вопросов. В чем прелесть всех этих задач? Тебе не нужно ломать, как сказать, голову, упарывать. Ты просто заходишь в рандом и катаешь. И все. И вообще не думаешь за это. Первую неделю я максимально рекомендую просто играть и даже не задумываться об этих задачах. Они сами сделаются. Но если вы, конечно, ну, играете более-менее неплохо, да. И если вы играете неплохо, зеленый там, допустим, бирюза и выше, вы это сделаете и в целом не заметите. Но для тех игроков, кто играет не очень, кто играет нечасто, это будет сделать практически нереально. Но самое главное-то, ну, бог с ним с этим, с этими задачами. А сам танк-то что из себя представляет? Да сам танк-то из себя ничего не представляет. Идеальный вариант для того, чтобы сдать в трейдин. Бронирование, как я сказал, здесь довольно посредственное, да. Это один из худших танков, кстати, на три отметки. У защитника 2.700, у этого 2.600, у Кировца 2.400, ну, кстати, Кировец похуже даже. КВ-2, К2, точнее, да, 2.800, ИС-6 2.624, у Сапсана 2.900, ИС-3 2.900, у этого 3.100, у Феникса 2.700, КВ-4 Турчанинова 3.300, ну, и Бесстрашного 3.100. То есть, грубо говоря, хуже только 2.59, да, по статистике Кировец идет. Что из себя 2.59 представляет? Более-менее неплохая пушка, то есть здесь пушка действительно относительно годная, да, по альфа-страйку, 420 очень хорошая по снарядам. 233 подкол, который летает просто фантастически. Хороший кумулятив с хорошим пробитием, не самым может быть быстро, но тем не менее, да. При этом 0.4, 0.4 точность, стабилизация отвратительная на этом танке, время сведения отвратительная, пушка в ней сопускается отвратительно, ну, и ДПМ 1752, ну, вот, будете катать с 12 секунд КД каким-нибудь вентилем, досылателем, там, 11.5, вот у вас будет 420 альфы, при этом ДПМа 200-2.200, то есть, не шибко такого. 1450 хп по бронированию, ну, данный танк способен танковать, потому что здесь борта сами по себе такие интересные. Вот, маленький нижний бронерист, да, верхний бронерист, шичинос, который всегда пробивается башка танкующая, но огромная кумбашинка. Ну, и, конечно же, борт, который, да, действительно очень неплохо танкует за счет того, то, что здесь, ну, сами по себе вы видите, да, то есть, здесь она идет вот такая вот треугольная броня, и поэтому за счет вот этих больших углов он будет рикошетить. Ну, это то же самое, что вы можете повстречать, допустим, прокачивая, ну, вот, ИС-7. То есть, объект 257, это в целом что-то, ну, про то же будет, да, то есть, это в целом такая же условная броня с таким же, да, вот, корпусом, который там отбивает, который танкует, ну, понятное дело, что здесь чуть поинтереснее будет, но в целом это что-то подобное. Ну, и башка, как я сказал, ну, вы видели, да, то есть, башка как будто А2-6-0 просто с добавленной кумбашинкой. В целом, танк по мобильности вроде бы смотрится очень даже неплохо, да, он 55 вперед, 12 назад, уделка неплохая. То есть, он как бы едет, но ничего такого прям интересного в нем нет. Вроде бы, да, есть броня, вроде бы, да, есть альфа, но при этом ДПМа у тебя нету, при этом у тебя нету точности, при этом у тебя нету время сведения, при этом у тебя нету стабилизации. У тебя вроде бы есть орудие, но ты стрелять на нем будешь так редко, что, ну, как бы, прикола никакого в нем, по большому счету, и нет. Бронирование, ну, что мы не видели. Сколько у нас уже вот этих щучьих носов, да, тот же защитник, да, тот же Кировец, У которого, допустим, другая здесь броня Но он тоже может эффективно ромбом танковать К2, который танкующий Но тоже танк без орудия на самом деле Потому что здесь все очень печально Поэтому в целом я не вижу ничего прям большого По советским тяжам вот 703, да, это аппарат Вот это я понимаю Феникс тоже хороший танк КВ-4 Турчанинова, отличный вариант ИС-6 бесстрашный, согласен Тот же Сапсан там ИС-3 СМЗ пойдет ИС-6 там нормально Но 259 скучноватый, отметка на нем плохая Игроки, вот в основном, которые попадаются Против меня на нем, разбирают только в путь Поэтому если вы его и зафармите Если у вас нету, наверное, никакого прям танка То это хороший вариант, возможно, для вас Но так, в целом, неплохой вариант для того Чтобы сдать, может быть, в трейд-ин Ну или получить какую-то компенсацию Если вы выполните все задачи То есть в целом, как-то, ребята, вот так Вот такая вот тема Сегодня мы его потестируем Так что залетайте на стрим в 9 часов по московскому времени Там я его потестирую У нас каждый стрим голда разыгрывается Так что обязательно приходите Сегодня в 21.00 по моск Все, ребят, всем большое спасибо Надеюсь, видеоролик вам был полезен Обязательно поставьте лайк Напишите какой-нибудь комментарий Ну и, конечно же, подпишитесь на канал Нужно добивать 66 тысяч подписчиков Всем большое спасибо Не болейте Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok